В редакцию новостей ОТС обратились сразу несколько клиентов новосибирского агентства недвижимости Азбука Жилья. Люди рассказали, что внесли деньги за аренду квартир, однако по указанным в договоре адресам их никто не ждал. Тему продолжит Александр Куршев. Сотрудники агентства недвижимости Азбука Жилья сегодня в недоумении. Ждали новых клиентов, а встретили старых, которые считают, что их обманули. Среди них Руслан Ханышов. Вот за 6 тысяч рублей, которые оплатил Руслан деньги в вашей агентстве недвижимости, что он должен был получить? Что он должен был получить? Квартиру. Квартиру? Какую квартиру? По какому адресу? Я уже не помню. Руслан убежден, никакой квартиры не было с самого начала. В договоре указано, фирма предлагает варианты. Не согласен, расторгает документ. Впрочем, согласиться трудно, ведь хозяева или псевдохозяева не являются на встречу с клиентом. Пришли в квартиру посмотреть, а хозяйка, во-первых, отвечала на отвали просто. То есть никак не здравствуй, ничего. За полчаса позвонили, три раза звонили. Да, да, покажу, покажу обязательно. Все, в 6.20 уже смотрю, никто не звонит. А я не приду, беру цельную. После этого мобильный телефон хозяйки замолчал. Деньги Руслану не вернули. Пока корреспонденты снимали репортаж, в офис подошли еще клиенты, желающие вернуть деньги. Судя по этой пачке заявлений, их уже десятки. Ребята поняли, что я пол просто так, с огромной сумкой. Они знали, что я новенькая здесь, сижу с огромной сумкой и просидела 5 часов, прождав клиента. Они сказали, пишите заявление на возврат денежных средств. А дальше все по отлаженной схеме. Заявление на возврат – это отказ от услуг. А при отказе в договоре прописано – деньги не возвращаются. Когда сотрудники азбуки жилья поняли, что на славах они неубедительны, перешли к другим методам. В этот момент другие сотрудники начали экстренно собирать документацию из офиса. Скорее всего, завтра здесь никого бы уже не было. Но в дело вмешались сотрудники полиции. Сейчас в отношении риэлторов азбуки жилья началась проверка. На корреспондентов УТС тоже написали заявление. Однако больше всего полицию заинтересовали данные вот этого человека. Бочаров Григорий Арсентьевич. По документам он является руководителем общества с ограниченной ответственностью «Азбука жилья». Сегодня полицейские выехали к нему по месту регистрации. Что касается потерпевших, представители фирмы сообщили – завтра до 6 часов вечера деньги всем будут возвращены. Александр Куршев, Дмитрий Злобин. Новости УТС.